МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Катаржуна. Бригада новостей продолжает свою работу в эфире. Вот главные темы этого выпуска. Реликвия вновь на своем месте. Новгородские полицейские вернули в Валдайский Иверский монастырь икону, подаренную президентом Владимиром Путиным. Очередные антикоронавирусные меры. Кафе и рестораны ограничат в работе до 23 часов. Школьные осенние каникулы предлагают продлить на неделю. На великах по бездорожью любители велокроссов по пересеченной местности оторвались по полной. Расскажем, как это было. Заместитель главы Валдайского района Александр Карпенко ушел в отставку. Об этом сегодня сообщили в Управлении информационной политики области. По нашим данным, чиновнику стоила карьера субботняя поездка по городу в нетрезвом виде, что стало причиной аварии с тремя пострадавшими. В субботу в половине четвертого дня на перекрестке улиц Песчаная и Первомайская столкнулись Лада и Рено. По данным ГИБДД, 46-летний водитель Лады не уступил дорогу автомобилю Рено Логан. За рулем иномарки была 26-летняя женщина. В результате столкновения она и пассажиры этого автомобиля, 7-летняя девочка и 61-летняя женщина с травмами доставлены в больницу. В Алдайском паблике тут же появились фамилия и должность предполагаемого виновника ДТП. заместитель главы администрации района Александр Карпенко. Реакция властей на случившееся также оказалась быстрой. По нашей просьбе сегодня происшествие прокомментировали в правительстве Новгородской области. Самому инциденту будет давать оценку правоохранительные органы. Сейчас на данный момент ведутся все необходимые мероприятия для этого. Что касается самого человека, заместителя главы Валдайского района, он с сегодняшнего дня уволен по собственному желанию, освобожден от должности. Что касается ответственности для теперь уже экс-чиновника, то, как сообщили в отделении ГИБДД по Валдайскому району, по факту будет вынесено определение об административном правонарушении. Сегодня в Валдайский Иверский монастырь вернули икону Иверской Божьей Матери, подаренную обители президентом Владимиром Путином. В сентябре ее похитили злоумышленники. Святыня была найдена в Ленинградской области. Это была совместная работа оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Новгородской области и сотрудниками ФСБ. Алена Сусина с подробностями. Мирный уклад монастырской жизни был дерзко нарушен в ночь на 1 сентября. Новость о том, что грабители проникли в главный храм Иверского монастыря, в считанные дни облетела все федеральные СМИ. Добычей похитителей стали на престольный крест, золотые изделия и Иверская икона Божьей Матери, которую в 2001 году принес в дар обители Владимир Путин. Когда это все случилось, позвонил мне патриарх и говорит, что там у тебя случилось. Ну как сказать, я ему просто сказал, уже было видно, что он знает, я ему просто сказал, что вот Господь посетил. Вот теперь я ему позвоню и скажу, что Господь и вернул эту икону благодаря ваших трудов совместных и со всеми другими правоохранительными службами. Буквально за считанные недели полицейским и сотрудникам ФСБ удалось задержать злоумышленников. Было установлено, что к краже могут быть причастны двое жителей Ленобласти. При обыске в гараже одного из подозреваемых и были обнаружены похищенные ценности. Раскрытие данного преступления для наших сотрудников было дело чести. В результате совместной работы всех правоохранительных органов преступление раскрыто, подозреваемые задержаны, а самое главное, святыня возвращена нам. Сегодня иверская икона Божьей Матери вернулась в обитель на радость прихожанам и священнослужителям. На престольный крест злоумышленниками был поврежден. Его передадут в Иверский монастырь сразу после восстановления. Слов нет, вот все были так потрясены. Событием просто такая дерзость. Дозволено было людьми, просто уму непостижимо. Очень все расстроены, очень все растроганы. Митрополит новгородский и старорусский Лев заверил сотрудников полиции, что отныне их имена всегда будут звучать в молитвах послушников, и вручил им архиерейские грамоты. Иверская икона Божьей Матери займет свое законное место в Успенском соборе, и уже сегодня вновь к ней потянутся сотни прихожан и туристов. А сотрудники правоохранительных органов вернутся к рабочим будням. Им еще предстоит до конца разобраться в этом дерзком преступлении. Из Валдайского района Алена Сувтина, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Коронавирусная статистика в области остается на высоком уровне. На 19 октября выявили еще 68 случаев заражения COVID-19. Большая часть из них, 40, приходится на областной центр. Новые меры обсуждались сегодня на областном оперштабе. Запретов пока нет, а вот ограничения грядут. И в первую очередь предприятиям общественного питания. После доклада представителя полиции, который рассказал о нарушениях противовирусного режима со стороны нескольких ночных клубов, губернатор Андрей Никитин высказался жестком. Учитывая прецеденты, связанные с клубами этими ночными и так далее, давайте мы ограничим работу предприятия общественного питания 23 часами. Чтобы у нас ночами там не происходило каких-то вот... Тем более, что клубы у нас, по-моему, до сих пор они, в общем-то, и... И не разрешены. Да, я так понимаю, что коллеги пользуются тем, называется рестораном, который работает круглосуточно. Теперь и рестораны, и кафе будут закрываться в 11 часов вечера. Зато радость может прилететь школьникам. Вторым своим поручением Андрей Никитин попросил проработать вопрос продления осенних школьных каникул на неделю. Такие меры должны помочь снизить рост заболеваемости коронавирусом, который в Новгородской области остается высоким. Впрочем, без интересных деталей и здесь не обходится. Сотрудники предприятий непродовольственной торговли болеют чаще, чем предприятий продовольственной торговли. Что можно говорить о том, что все-таки там, где пищевые продукты, более жестко относятся к дезинфекционным режимам. Возможно, все дело в регулярных проверках. Рейды по торговым точкам, автобусам и предприятиям общественного питания продолжаются. Результаты радуют, доложили губернатору. Люди стали намного чаще носить маски и намного реже отвечать агрессии на замечания проверяющих. Особый режим чистоты продолжается на транспортных предприятиях. В автобусном парке к штатной ежедневной влажной уборке добавилась санобработка машины и дезинфекция, в том числе и межрейсовая. Наталья Хмелева продолжит. На первый взгляд все тоже дезинфицирующий раствор, работники в защитных костюмах и литры воды и мыла. Казалось бы, что еще рассказывать о санобработке автобусов? Видели и не раз, но тут в ангаре появляется козырь, он же человек в респираторе. Назнакомьтесь, Андрей Сивов. Задача этого сотрудника щедро оросить двери и поручи таким концентратом антисептика, что сразу становится ясно, зачем респиратор. Дышать этой ароматной взвесью уж точно не стоит. Кстати, несмотря на обилие брызг, такой способ обработки весьма экономен. Одной заправки баллонов хватает на 10 автобусов, рассказывает Андрей. И не только на них. Вы и в помещениях также обрызгиваете? В помещениях тоже, да. А какие места можно спросить, даже интересно. В помещениях? Да. В помещениях пол, стены, двери, столы. Ну, в общем, все. Правда, в конце рабочего дня, чтобы вместе с вирусами не пострадали сотрудники автопарка. А в остальном действует все та же отработанная еще весной схема. 85 автобусов, 25 троллейбусов и ежедневная, точнее, еженошная обработка силами сотрудников. Но сомнений в необходимости этой работы у руководства предприятия нет. Что-то нужно делать. Мы же видим, по центральной территории, уже все, по всей стране этим делать. В каждом городе, там, где есть автобусный парк, на эти процедуры то делается. Поэтому я считаю, что это нужно делать и не останавливаться на этом. К слову, на разовой очистке своих стальных коней новгородский автопарк не остановился. Вторая часть санобработки происходит прямо посреди города. Ведь ездить за межрейсовой дезинфекцией в гараж каждые 1-2 часа для городского транспорта, увы, не выход. Здравствуйте. Можно к вам в гости? Да. Заходите. В непривычно пустом салоне съемочную группу встречают более скромно. Никаких респираторов и распылителей. За чистоту и безопасность здесь отвечает один кондуктор с пульверизатором и салфетками наперевес. На конечных остановках. Вот на конечных приезжаем и обработочку делаем. Такую специальную. Получается, одной тряпкой вот это все делается? Или это вы еще раз пойдете? Еще разочек пойдем. А тут у меня вот еще тряпочка есть. Руководство автопарка подчеркивает, протирать поручни раствором и проветривать салон – это максимум, который в соответствии с рекомендациями должны делать кондукторы по окончании каждого рейса. А еще напоминает, противовирусную самозащиту в городском транспорте никто не отменял. Маски нужно носить всем, в том числе и детям. За потерянный СИЗ последних, конечно, на улицу не выгонят, но требования к безопасности все-таки едины для всех. Об этом стоит помнить и юным новгородцам, и их родителям. Наталья Хмелева, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. На Кулмовском мосту за минувшие выходные провели очередной ямочный ремонт двух действующих полос. Латали по ночам, организовав реверсивное движение. Стало получше, вопиющие рытвины исчезли. Но надолго ли? Татьяна Баркова следила за спецоперацией. На последний пройдет, может, пускай. Запринял. Ямочный ремонт начался в ночь на субботу. Проехать можно было лишь по одной полосе моста. Движение регулировали вручную. Водителям хоть и пришлось постоять лишние несколько минут в ожидании своей очереди, к ситуации отнеслись все же с пониманием. Да нет, не возмущаются. Пока что. С какой-нибудь все приходит? Нормально, да. С момента предыдущего ямочного ремонта прошел месяц. Покрытие снова в неудовлетворительном состоянии. Те же самые участки приходится латать по новой. Выполняем разломку кромки, разламываем, продуваем, проливаем, ну и будем делать ямочный ремонт картами. Насколько хватит его? Ну, это временная мера. Сроки называть не решились, но пообещали, что пусть и ненадолго, но состояние полотна улучшится. И уже через день автомобилисты ощутят разницу. Ну что ж, посмотрим. В понедельник, в 8 утра, час пик. Новгородцы торопятся на работу или учебу. Пробка растянулась аж до кольца Державина. Наша съемочная группа решила присоединиться к колонии, следующей по мосту, и почувствовать на себе, действительно ли стало лучше. Проехать без тряски все равно нереально. Но теперь передвигаться по мосту можно быстрее. И даже в такой, казалось бы, огромной пробке водители не стоят больше 5-10 минут. У автомобилистов мнения о качестве ямочного ремонта разделились. Ну, получше немножко. Чувствуется пробка намного меньше. Да в одном месте положена одна карта, и все. Как было, так и есть. Лучше или нет, а пока все равно придется довольствоваться двумя полосами и ямочным ремонтом. Как рассказал заместитель председателя правительства Станислав Шульцев в главном эфире нашего канала, Министерство транспорта выявило, что нижний слой асфальта на перекрытой половине моста некачественный. Подрядчик же с этим не согласен. Идут экспертизы. Здесь у нас идут сейчас баталии с подрядной организацией. Он привлекает профессорский состав. Мы привлекаем свои лаборатории. В общем, пытаемся доказать. А пока стороны не придут к единому мнению и ремонт не завершится, новгородцам так и придется периодически трястись, проезжая по ямам Колмовского моста. В Шимске открыта новая многофункциональная спортивная площадка. Она построена в рамках благотворительного проекта «Газпром детям». На новом спортивном объекте поселка уже состоялся турнир по мини-футболу. Теперь, как отметил в ходе церемонии губернатор Андрей Никитин, очередь за Фоком. Репортаж Арины Аксеновой. Эта площадка четыре в одном. На поле размером 40 на 20 метров можно играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. А с приходом устойчивых морозов все это превращается в полноценную хоккейную коробку. Спортивная жизнь Шимска, безусловно, должна заиграть новыми красками. И это только начало. Мы на этом точно не остановимся. Мы пойдем дальше. И следующий шаг – это полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс, который мы должны построить в Шимском районе. Сейчас идет проектирование. Я рад, что у нас есть возможность двигаться вперед. Я рад, что есть возможность, благодаря «Газпрому» в данной ситуации, делать какие-то хорошие и правильные вещи для жителей Новгородской области. Как только Новгородская область подключилась к благотворительному проекту «Газпром» детям, Шимский район принял в нем участие одним из первых. Всего в этом году в области планировалось открыть семь подобных спортивных сооружений. Все семь спортивных площадок реализованы в кратчайшие сроки и введены в эксплуатацию в текущем году. Пользуясь случаем, я хочу вручить этот памятный ключ как символ открытия новой площадки директору Центра дополнительного образования Галины Николаевны Патиной. Перерезать красную ленточку доверили шимским школьникам, а первые мячи забросили капитаны баскетбольных команд. И, конечно, ребятам не терпелось использовать новый спортивный объект по назначению, поэтому продолжился праздник турниром по мини-футболу. А когда торжество закончилось, мы решили опробовать площадку сами. Оказалось, что ее не запирают. Поиграть здесь может любой желающий. Ну что ж, попробую и я. Арина Аксенова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. В ходе визита в Шимский район губернатор Андрей Никитин проинспектировал ремонт дороги по направлению Новгород-Псков-Феофилова пустынь. Особенно обновление требовало проблемный участок от поворота на Сальцы в сторону Уторгаши через Медведь. Серьезная болевая точка на дорожной карте Новгородской области наконец вылечена. На сегодняшний день уложили более 15 километров верхнего слоя асфальта. Сейчас техника работает на границе области. Остались финальные штрихи. В рамках контракта это знаки разметка, обочины, замена полотна. И еще участок дороги, там порядка 6 километров, дорога Медведь-Батецкий. Это тоже на следующий год мы планируем. У нас контракт есть. Последний кусочек, да? Да, да. Мы соединяем с Батецким районом. Все работы будут закончены до конца года. Но уже сейчас, по наблюдениям администрации района, автомобильные потоки из Псковской области начали перераспределяться. Все больше водителей предпочитает именно этот участок дороги. Ведь время пути от Великого Новгорода до Пскова по новому покрытию сократилось примерно на полчаса. В субботу в Великом Новгороде прошел необычный велокросс. Любительская гонка с препятствиями. Ее местом стал парк «Красное поле». Наш корреспондент Артем Забралин поделится впечатлениями от соревнований на двухколесном транспорте. Предстартовый мандраж, если и есть, то очень сильно скрывается. Готовясь к гонке, участники общаются между собой, хвастаясь пока еще чистыми велосипедами. А мы пытаемся выяснить их настрой. А может быть у вас есть какая-то тактика, о которой вы будете придерживать? Я думаю, что надо сохранять какие-то темпы. Сначала медленно, потом быстро. И может быть потом быстро, а может быть сначала медленно. До начала соревнования остались считанные секунды. Все участники выстроились на стартовой линии. И так как все стартуют одновременно, интересных моментов точно будет не избежать. Поэтому наблюдаем за гонкой. 30 гонщикам предстоит проехать 10 кругов по 2 километра. Что даже по асфальту было бы непросто. А на этой трассе уже за первым поворотом колонну спортсменов ждал сюрприз. Организаторы постарались. Трасса не из простых. Она очень сложная, потому что очень много корней, неровностей, глины, грязи, в которой ты застреваешь. Но в этом есть суть велокросса. Уже на втором круге колонна участников растянулась на сотни метров. А мы сейчас стоим на одном из самых сложных участков. Это можно увидеть по спинам спортсменов, потому что здесь много грязи. И она вся оказывается на них. На подобных трассах решающую роль играет выбор велосипеда. Кому-то размер колес не позволяет даже переехать через бревно. А у кого-то шины настолько узкие, что сцепления почти нет. А кто-то и вовсе приехал исключительно ради хорошего настроения. Главное улыбаться. На камеру. Гонка продолжалась около часа. Кому-то пришлось сойти с трассы, но не из-за нехватки сил, а потому что велосипед уже просто не едет. Грязь забивает все, не давая крутиться ни педалям, ни колесам. Однако победителю это никак не помешало. Поздравляем с победой. Скажите, на сколько пришлось выложиться в этой гонке? На 85. То есть вы бы еще спокойно несколько кругов проехали? Проехали. От самых неторопливых гонщиков победитель оторвался аж на несколько кругов. Что стало хорошей новостью для многих участников гонки. Ведь до конца можно не доезжать. Артем Забралин, Олег Федоров. Новости Новгородско-областное телевидение. В Новгородском центре современного искусства открылась Октябрьская выставочная волна. Вниманию публике представлены три экспозиции. Среди них первая персональная фотовыставка Анатолия Федотова. Депутаты многие привыкли видеть на заседаниях областной думы. Здесь же он раскрылся с новой стороны. Анатолий Федотов говорит, что главное в фотографии поймать настроение. И ловит он его в Новгородской области. Все представленные на выставке пейзажи запечатлены в разных уголках региона. Поэтому многим они могут показаться знакомыми. Я начал очень давно заниматься фотографией. Мне фотоаппарат подарили в первом классе. Этюд 7 был широкопленочный. Тогда надо было заряжать. Потом смена 8. Мы дали вот так вот. Все модели российские. Я прошел. Необычное увлечение областного депутата не оставило равнодушными многих политиков и известных личностей. С открытием первой выставки Анатолия Федотова поздравила Елена Писарева. И рассказала, что уже давно следит за его работами в социальных сетях и обязательно ставит лайки. Также председатель Новгородской областной думы отметила, что увлечение фотографии и внимательность к деталям может положительно отразиться и на политической деятельности. Любое творчество говорит о внимании человека. А ведь непосредственно бюджетный комитет и деятельность депутата – это внимание. Это внимание к людям. Это внимание увидеть в каждом человеке его душу. Услышать то, что он хочет именно услышать. Понять его. В рамках выставочной волны в культурном центре «Диалог» также открылись еще две экспозиции. Одна из них под названием «Нонконформизм» и «Космос детства». Весь разговор здесь идет о поиске космоса, который, по мнению авторов, располагается в детях. То есть взрослый человек, если он сохранил себе ребенка, это хороший человек. И поэтому космос детства – это и детство. И связь с какими-то сферами, которые нам с вами становятся недоступны. Название «Космос детства» связано с одноименной книгой русского философа Юрия Линника, которому и посвящены работы. Посетить все три выставки можно до середины ноября. К этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 703003. Темы для сюжетов и предложений мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале «Новгород ТВ Ньюс». Далее о погоде на вторник, 20 октября. Я прощаюсь с вами. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова